Всем добрый вечер. Сегодня поговорим про STL, стандартную библиотеку шаблонов для языка C++. Прежде чем говорить о ней, хочу напомнить, что такое функтор. Функтор — это объект, который ведет себя подобно функции. До появления лямб в языке использовать стандартную библиотеку было довольно сложно, и использовать ее эффективно можно было только используя функторы. С появлением лямб можно сказать, что библиотекой стало по-настоящему удобно пользоваться. Функтор, как я и сказал, это какой-то объект, у которого есть перегруженный оператор круглой скобки. Соответственно, после того, как мы создадим этот объект, им можно будет пользоваться так, как будто это функция. В данном примере я здесь запоминаю какое-то значение в поле класса, и потом, когда происходит вызов оператора круглой скобки, сравниваю с каким-то другим. Естественно, логика может быть самая разнообразная. Применительно к чему я еще это говорю? Хотелось бы мне, чтобы вы представляли себе лямбда-функцию как-то более приземленную, а не как какую-то магию. Если бы у нас в распоряжении были бы только языковые возможности вот такие, то есть возможность создавать какие-то классы, создавать их объекты, и чтобы эти объекты имели возможность вести себя как функции, то как бы мы реализовали лямбду? Я думаю, что одним из возможных решений было бы создавать классы, для которых генерировать какие-то случайные имена. Ну, поскольку лямбда она имени не имеет, она неименованная, то, соответственно, чтобы мы на уровне компилятора могли как-то их различать, одну лямбду от другой, мы должны, соответственно, сами генерировать им какие-то имена. Далее, то, что у нас находится в списке захвата лямбда-функции, это вот, например, x, можно было бы это реализовать как поле класса. То есть мы, допустим, x захватываем, мы бы в конструкторе могли бы их захватить и запомнить в виде поля класса. Ну, соответственно, вызов лямбда-функции у нас был бы просто вызовом операторов круглые скобки, и здесь мы также выполняли бы какую-то логику. Пользоваться, соответственно, можно было бы примерно в таком виде. Создали нашу руками сделанную лямбда-функцию, и ее используем как будто это обычная функция. То есть, в принципе, лямбда может одной из реализаций лямбда-функции на языке C++, это может быть просто функтор какой-то с автоматически сгенерированным каким-то именем. Теперь переходим к стандартной библиотеке. Стандартная библиотека в C++ довольно бедна. То есть, если сравнивать с другими языками, как Python или C-Sharp, то, конечно, многих будет ждать разочарования. Очень многого там нет. С другой стороны, есть ряд возможностей уникальных, которые, но довольно низкоуровневых кирпичиков, но из которых очень удобно строить что-то очень мощное и выразительное, и лаконичное. В целом, если про библиотеку говорить, то она состоит из таких основных частей, как водовывод, это потоки, водовыводом многопоточность, которая появилась в единственном стандарте, регулярные выражения тогда же, плюс изначально язык C++ унаследовал всю библиотеку языка C, и библиотека шаблонов STL. Собственно, на ней мы сегодня остановимся. Ну и прочее, это дата и время и так далее. В принципе, от других языков язык C++ выделяет именно библиотека шаблонов STL. Документацию довольно адекватную вы можете по языку, по его библиотеке, вот по этому адресу смотреть. Прежде чем перейдем, собственно, к STL, я хочу рассказать про несколько вспомогательных классов, которые имеют очень большое значение, они очень широко используются, поскольку в C++ нет возможности вернуть несколько значений из функции, как, например, в питоне, то приходится эмулировать эту возможность. Для этого, например, есть такой класс, как Payer. Он позволяет просто два каких-то значения запомнить. Соответственно, из функции можно просто вернуть этот объект и, в общем, получить похожее поведение. Использовать его можно либо вручную создать, либо, что удобнее, с помощью утилиты MakePayer. Здесь, поскольку это функция, то для функции возможен автовывод типа для шаблона, то, соответственно, тип будет выведен автоматически. И использовать следующим образом. У него есть два поля у этой структуры, first и second. То есть первое значение и второе значение. Что интересно, у Payer есть операторы сравнения. То есть когда вы создаете объект Payer с какими-то значениями, то автоматически вы сможете сравнивать между собой две разные пары. Объект Payer имеет уже оператор сравнения, который сравнивает их по очереди эти поля. Tapple — это логическое продолжение Payer, которое позволяет упаковать не два значения, а произвольное количество. Использовать, соответственно, тоже удобно через функцию MakeTapple. Автоматически будет выведен тип и сгенерирована такая структура, которая будет просто упаковать несколько значений. Доступ к полям этой структуры через функцию Get. И в качестве аргумента шаблона мы указываем, какой именно мы хотим получить, именно какое значение. Первое, второе, там и так далее. Соответствие типов, соответственно, выполняется на этапе компиляции, поэтому это довольно безопасно в использовании. И также имеется оператор сравнения. Кроме этого, есть интересный класс. Называется TIE. Он, в общем, очень похож на Tapple, но хранит не сами какие-то объекты, а ссылки на них. Поэтому можно большие объекты в него упаковывать, не опасаясь, что они будут скопированы. И это свойство TIE, то, что он хранит ссылки на объекты, и то, что у него есть оператор сравнения, позволяет, например, очень просто реализовывать операторы сравнения в своих классах. Например, есть у нас какой-то класс, в нем есть какое-то количество полей, мы хотим для него добавить для этого класса оператор сравнения. Все, что нам нужно сделать, это просто создать в операторе сравнение два объекта TIE и просто их сравнить. Это будет аналогично следующему коду, который бы мы написали вручную. Если х не равно х, вернуть х меньше х, ну и так далее для каждого поля. То есть, во-первых, это довольно утомительно писать, во-вторых, есть большая вероятность сделать ошибку. Вот, TIE для этого отлично подходит. Кроме того, TIE еще можно использовать для такой семантики multi-return для бедных. То есть, есть у нас, к примеру, какая-то функция, которая может возвращать pair или tuple, ну, несколько значений каких-то. Мы можем объявить какие-то переменные и использовать вот такую вот довольно удобную запись. То есть, в эти значения будут распакованы то, что те значения, которые будут возвращены через pair и скалькулеет. В общем, ну, лучше, чем ничего. Теперь про библиотеку шаблонов. Дошли мы до нее. Состоит она из основных частей следующих. Это контейнеры, то есть какие-то классы, которые позволяют хранить какие-то значения. Итераторы, которые предоставляют средства доступа к этим значениям. Причем, итераторы, они довольно гибкие. Они могут предоставить доступ не только к значениям, которые хранит контейнер, но еще и, например, к каким-то значениям, которые может вам вернуть какой-то поток ввода-вывода. То есть, например, вы можете написать алгоритм, который будет одинаково работать и с любым произвольным контейнером, и в то же время, например, с файлом или с консолью. И все это реализуется просто с помощью итераторов. То есть, итератор предоставляет какой-то интерфейс для доступа к значениям, и алгоритм может использовать этот интерфейс, не задумываясь о том, откуда на самом деле появятся данные или куда данные отправить. Чуть позже мы итераторы рассмотрим подробнее. Далее это, собственно, алгоритмы, какие-то типичные операции, которые можно совершать с данными, например, их упорядочить, искать минимальные значения, максимальные и так далее. Функциональные объекты уже не особо интересны. То есть, до появления LAMP приходилось использовать функторы, а писать каждый раз новый класс для того, чтобы использовать какой-то алгоритм, было не очень удобно. Поэтому использовались специальные утилиты, которые позволяли на лету оборачивать какие-то значения в функторы. Но, в общем, это тоже было пользоваться этим довольно нетривиально, и сейчас это уже особо неинтересно с появлением LAMP. В целом можно представить себе стандартную библиотеку. Три основных столпа — это контейнеры, итераторы и алгоритмы. Вот здесь я написал потоки, а они как бы в стороне. Это не часть конкретно STL. Ну это да, это часть стандартной библиотеки, но не часть STL. Но в STL есть итераторы, которые позволяют работать с потоками ввода-вывода, как будто мы работаем с контейнерами. Ну и, соответственно, алгоритмы, они через итераторы могут реализовать различную логику над потоками и контейнерами. Прежде чем мы поговорим об алгоритмах и контейнерах, я хочу вкратце сказать про О большое, кто не знает, что это такое. Кто не знает, что это такое, я крайне рекомендую курс алгоритмов и структур данных. В общем, О большое — это такая функция, которая показывает, как у нас растет время выполнения какого-то действия в зависимости от объема данных. Зависимость может быть разная, то есть, собственно, эта функция и показывает эту зависимость. Типичные значения, которые наиболее часто используют, — это время выполнения константно, то есть, неважно, сколько у нас данных, мы любое действие выполняем за константное время. От объема данных это не зависит. Линейное время, когда у нас время выполнения какой-то функции растет линейно от количества данных. Логарифмическое время, ну и так далее. Квадратичное, соответственно, естественно, надо стремиться к константному времени. Это не всегда возможно. Н квадрат, конечно, это очень плохо, но часто бывают такие алгоритмы, которые по-другому не реализовать. Поэтому надо просто себе отдавать отчет в том, что в зависимости от того, сколько у вас будет данных, ваш алгоритм может работать как приемлемое время, так и совершенно неприемлемое. Собственно, для этого ОН и существует для оценки и времени выполнения какого-то алгоритма. Теперь про контейнеры поговорим. Есть четыре основных типов контейнеров. Это последовательные, где у нас данные располагаются непрерывно в памяти. Ассоциативные, ну, кстати, не обязательно непрерывно, потому что список данных, хоть и располагаются непрерывно, но, в общем, в виде какой-то последовательности. Ассоциативные контейнеры — это где у нас хранится пара ключ-значение, и через ключ мы можем получить какое-то значение. Неупорядоченные, ассоциативные — это, в принципе, тоже хранение пары ключ-значения, но там значения неупорядочены по ключу. И контейнеры-адаптеры. Контейнеры-адаптеры сами ничего не хранят, они просто используют какой-то контейнер для того, чтобы предоставить какой-то интерфейс. Например, интерфейс очереди или стека. Последовательные контейнеры. Самое простое, с чего мы начнем, — это просто массив. В стандартной библиотеке шаблонов есть класс array-massiv, который представляет собой обертку над обычным C-шным массивом, но с дополнительными проверками и удобным интерфейсом. Внутри себя он представляет следующее. Это шаблонный класс, где один из аргументов шаблона — это тип, второй — это размер массива. Соответственно, создается какой-то массив, запоминается где-то размер. Дальше начинается интерфейсная часть, где я хочу обратить внимание на использование псевдонимов. Это подход, который мы обсуждали, свойства типа type-trades, то есть какие-то обобщенные алгоритмы, которые будут использовать какие-то контейнеры, неважно какие, или массив, или вектор, или что-то еще, они, используя вот эти свойства, могут получать необходимую информацию. Например, какого типа этот контейнер хранит ссылки, ну и так далее. То есть можно получать какие-то типы. Далее посмотрим сразу на интерфейс и на возможную реализацию. Самое простое — это возвращение размера массива. Здесь я хочу обратить внимание на вот это вот ключевое слово — constexpr. оно используется для того, чтобы компилятору подсказать, что если возможно выполнить на этапе компиляции это, то нужно выполнять это на этапе компиляции. В данном случае это будет означать, что при компиляции в тех местах, где мы захотим узнать размер массива, скорее всего, никакого вызова функции не будет, будет просто подставлено сразу же в код константа. Также у нас есть метод empty, который всегда возвращает false. Но для чего он нужен в данном случае? Потому что у других контейнеров также есть метод empty, для того чтобы вы могли узнать, пустой контейнер или не пустой. Поэтому для того, чтобы какие-то обобщенные алгоритмы не ломались в случае, когда мы в качестве контейнера передаем массив, добавлен этот метод. Почему он всегда возвращает false? Потому что массивы и в C, и в C++, они нулевой длины быть не могут. Поэтому он всегда возвращает false. Далее я хочу обратить внимание на следующую идею в C++. Плюс в контейнерах, у любого контейнера есть метод доступа к элементам в виде квадратных скобок и в виде метода add. Отличаются они ровно одним. Тем, что метод add проверяет выход за границы массива и в случае выхода за границы массива выбрасывает исключение. А оператор квадратные скобки этого не делает. Это философия языка. Вы не платите за то, что вы не используете. Поскольку проверка дополнительная плюс выброс исключения — это накладные расходы, то поэтому есть два метода. Если вам важна производительность, вы используете квадратные скобки. Если вы беспокоитесь о том, чтобы поймать выход за границы массива в рантайме, используйте этот метод. Правда, опять же, это не совсем философия языка C++ переносить такие проверки в рантайме. Если можно проверить что-то на этапе компиляции, надо стремиться к проверкам на этапе компиляции, а не выполнения. Здесь я что хочу показать, что еще возвращается ссылка. То есть в самом начале у нас здесь есть псевдоним для ссылки, референс. И далее используются везде псевдонимы типов. Также константная ссылка. И, собственно, вот оператор доступа просто в виде квадратных скобок. Никаких проверок нет. То есть просто сразу возвращается ссылка на значение. Далее у всех контейнеров, ну не у всех, у большинства контейнеров, есть методы front — получить первый элемент. И back — получить последний элемент. Дальше. Во многих контейнерах можно получить указатель на данные. В случае массива и вектора это очень актуально, потому что они данные хранят в памяти непрерывно. И если мы используем какое-то низкоуровневое API, там, сишное, то зачастую нам именно требуется передавать указатель на какой-то блок данных. Вот у них для этого есть специальный метод data. И последний метод swap, он также есть у всех контейнеров. Это обмен содержимого одного контейнера с другим. Это обычно использовалось раньше, когда не было move-семантики, для того, чтобы быстро, без каких-то накладных расходов, просто обменять содержимое двух контейнеров. Ну, то есть функцию обычно передавали пустой контейнер, там делали swap, и, соответственно, вот таким образом получали, ну, снижали накладные расходы на копирование. Что касается асимптотики данного контейнера, вставки удаления у него нет, потому что массив фиксированной длины на этапе компиляции длина задается, и в рантайме изменить ее нельзя. Поиск у нас за линейное время, то есть чтобы найти какое-то значение, в худшем случае нам нужно будет сделать сравнение со всеми элементами. Доступ к любому элементу по индексу занимает константное время. Естественно, поиск можно делать быстрее, то есть если мы предварительно отсортируем массив, то можем использовать такие алгоритмы, как бинарный поиск, и у нас поиск уже будет занимать не линейное, а логарифмическое время. Пример использования массива, создания массива и сразу инициализация его какими-то значениями. Доступ к элементам массива, чтение, запись, то есть просто работа дальше идет, как с обычным массивом. Для того, чтобы реализовать вот такую вот семантику в своих классах, то есть инициализацию какими-то значениями, можно использовать специальный класс, initializer.list. Каждый раз, когда вы в коде пишете вот такое вот, то компилятор оборачивает эти значения вот в такой вот класс, initializer.list, у которого вот такой вот интерфейс, можно узнать, сколько всего было, сколько всего значений, указатель на первый элемент и на указатель, следующий за последним элементом. Соответственно, написав у себя конструктор, который принимает initializer.list, когда пользователь напишет вот такой вот код, будет вызван именно этот конструктор. Далее в этом конструкторе вы, соответственно, можете узнать, сколько там значений, можете проитерироваться по значениям и как-то инициализировать свой контейнер какой-то самодельный, который вы напишите. STD-вектор. Вектор от массива отличается только тем, что он может изменять свой размер. То есть во время выполнения мы можем изменить его размер, можем увеличить, можем уменьшить. Здесь также, дальше я уже реализацию контейнеров показывать не буду, она усложняется, будем просто смотреть интерфейс. Здесь я хочу обратить внимание на то, что у него аргументом шаблона идет аллокатор. Про аллокатор чуть подробнее попозже. Сейчас просто скажу, что аллокатор — это такой объект, который выделяет память. Вектору для хранения своих элементов нужна какая-то память. Где ее брать? Он берет ее у аллокатора. То есть он у аллокатора может запросить память, аллокатор ему должен эту память вернуть. Почему он использует аллокатор, а не нью или молок? Это сделано для гибкости. То есть вас по каким-то причинам может не устраивать стандартный аллокатор в виде молока или нью. Вы захотите, например, использовать свой аллокатор. Когда это может быть нужно? Например, это в целях оптимизации. Поскольку выделение памяти дорогая операция. Дорогая она сразу по нескольким причинам. Во-первых, вкратце о том, что делает стандартный аллокатор молок. Он изначально аллоцирует какой-то буфер. Когда мы у него просим память, он смотрит, достаточно ли в этом буфере памяти. И если достаточно, возвращает указатель на какую-то область в этом буфере. Если недостаточно, он делает вызов функции операционной системы для того, чтобы запросить у операционной системы память. Это дорого. Вызов функции операционной системы – это довольно дорого. Плюс на стандартный аллокатор накладывается сразу несколько ограничений. Во-первых, он должен работать в корректном многопоточной среде. Соответственно, возникает необходимость синхронизации вызовов этого аллокатора. Он должен одинаково эффективно работать и с маленькими выделениями памяти, по 8 байт, например. Точно так же он должен эффективно работать и с большими объектами, по 80 мегабайт, например. Все это плата из-за универсальности всегда является быстродействием. Поэтому, если вы знаете о том, какие у вас данные, вы можете написать свой эффективный аллокатор. Например, сразу выделить какой-то блок памяти, и потом вам не нужно будет задумываться о синхронизации, исключить эти накладные расходы. Вы знаете, что вы всегда выделяете блоки по 16 байт. Это тоже, соответственно, у вас выделение памяти, просто увеличение указателя на 16 байт. То есть вы можете написать свой аллокатор и создать вектор с своим аллокатором и сразу получить прирост производительности в несколько раз. Это действительно в несколько раз. Речь не идет о каких-то копейках. Именно что речь идет о разах. В общем, у всех контейнеров также есть свойства этого контейнера для того, чтобы обобщенные алгоритмы могли использовать, чтобы они могли получать эту информацию. Есть несколько конструкторов. Здесь неполные. Я не стал перечислять все документации. Смотрите, просто несколько основных. Это инициализация вектора сразу с каким-то количеством элементов, инициализация их дефолтным конструктором, инициализация тоже какого-то количества элементов, но уже заданным значением, и инициализация из списка инициализации. Дальше у него есть методы beginRbegin и так далее, endRend и так далее. Что это за методы? Они, эти методы, возвращают итераторы. У массива на самом деле тоже есть точно такие же методы. Но, в общем-то, у всех контейнеров есть такие методы, которые возвращают итераторы для того, чтобы обеспечить доступ к содержимому этого контейнера. Чем они отличаются? Просто итератор нам позволяет итерироваться по контейнеру и менять его содержимое. Reverse-итератор позволяет нам итерироваться по контейнеру в обратном порядке. Const-итератор, соответственно, позволяет итерироваться, итерироваться, но не изменять значение этого контейнера. Ну и const-reverse-итератор, соответственно, позволяет... В обратном порядке мы итерируемся, но не изменяем значение контейнера. Далее есть методы pushback. Pushback, аж два вида, которые принимают R-volue ссылку и L-volue ссылку. Pushback добавляет в конец контейнера какой-то элемент. И есть метод специальный emplace-back, который принимает переменное количество аргументов. Что делает emplace-back? Emplace-back, если мы вызовем pushback и передадим какое-то значение, оно будет либо перемещено в конец контейнера, либо скопировано. Emplace-back просто в конце контейнера сразу создаст объект, используя вот эти вот переданные значения как аргументы конструктора создаваемого объекта. Также есть оператор insert, методы insert, которые принимают итератор, после которого вставлять значение и, собственно, само значение. То есть если pushback вставляет всегда в конец, то итератор в произвольное место. Ой, не итератор, insert в произвольное место. Также есть версия emplace с итератором, который позволяет сконструировать объект просто где-то вот в середине, допустим, вектора. Что происходит при вставке не в конец вектора? Первое. Проверяется, достаточного ли размера вектор. Если он недостаточного размера, то происходит выделение памяти. Туда, в эту новую область памяти, копируется часть старого вектора, потом вставляется значение, новое вставляемое, и потом копируется остаток, после чего память освобождается. То есть в худшем случае при вставке вектора, хотя асимптотика нам ничего не говорит нам об этом, но при вставке в вектор мы можем получить очень существенное проседание производительности за счет того, что происходит аллокация памяти, происходит копирование. Для того, чтобы снизить количество аллокаций и количество копирований, используются различные стратегии увеличения вектора. Например, умножение на два. То есть, допустим, изначально у нас вектор имеет запас памяти достаточный для того, чтобы вместить 16 элементов. После первого его изменения размера выделяется не 16, а 32, потом 64, потом 128 и так далее. То есть, в принципе, если мы вставляем какое-то количество элементов подряд, это, возможно, стратегия хорошо работает. С другой стороны, то есть количество аллокаций памяти снижается. С другой стороны, когда мы выделили, допустим, нам надо вставить 4097 значений, у нас на 4096 элементах вектор увеличился, и мы, соответственно, получили достаточный объем для того, чтобы вместить 8000 элементов, но мы храним 4000 элементов. То есть, это приводит к неэффективному использованию памяти. Мораль такова. Если вы знаете, сколько вы будете вставлять элементов, то используйте специальный метод резерв, который сразу аллоцирует достаточное количество памяти, чтобы вместить то количество элементов, которые вы вставляете, потом уже их вставляете. Соответственно, прирост производительности будет тоже в разы. Дальше. Резерв просто выделяет память, но не создает новые элементы. Он просто выделяет память. Сколько вектор может вместить, вы можете узнать через метод capacity. Resize, в свою очередь, он не только изменяет размер вектора, он может изменить его и в большую, и в меньшую сторону. В случае, если он в большую сторону изменяет, то он не только выделит достаточное количество памяти для всех новых элементов, он еще их и провинциализирует конструктором по умолчанию. Также есть метод Arrays, который позволяет удалить по итератору какой-то элемент. И Range-версия Arrays, которая позволяет удалить от какого-то и по какой-то. В STL везде, когда мы имеем дело с парой итераторов, используется следующая форма. То есть от включительно по какой-то не включительно. То есть вот эта пара begin-end, она как раз соответствует этому требованию. Begin указывает всегда на первый элемент включительно, а end указывает на элемент следующий за последним. Ну, clear, соответственно, позволяет очистить вектор, при этом про clear чуть попозже. Дальше. Повторюсь про emplace-back и push-back. В чем их отличие? И то, и другое позволяет нам в конце вектора, в конец вектора добавить новый элемент. Допустим, у нас есть какой-то класс, у которого есть два конструктора. Обычный конструктор, который конструирует объект из пары каких-то значений. И конструктор перемещения, который, собственно, выполняет перемещение контекста из какого-то другого объекта в этот объект. Если мы будем использовать push-back, что у нас произойдет? Первое. Вызов конструктора с такой вот сигнатурой. То есть это одна операция. Далее мы приводим этот объект к R-volume ссылке для того, чтобы была возможность компилятору вызвать этот метод push-back с R-volume ссылкой. И здесь у нас происходит вызов второго конструктора, перемещающего. То есть мы выполняем два действия. Если мы использовали бы M-place, то у нас было бы только одно действие. Вызов конструктора с такими вот аргументами. То есть два действия против одного действия. В общем, резюмируя, вектор динамический массив при добавлении элементов может менять свой размер. Вставка у него занимает линейное время, не в конец. Почему? Потому что может потребоваться выделение новой памяти, копирование всех элементов. Вот если в конец, то всегда константное время или, опять же, если нам не повезло с выделением памяти, то, соответственно, также придется все скопировать. Удаление не из конца вектора у нас линейное время, потому что в худшем случае, если мы вначале удаляем элемент, нам придется взять и скопировать все оставшиеся элементы в начало. Если в конце мы удаляем, то это всегда быстро, это константное время. Ну, доступ у нас занимает константное время, поиск линейный, или если отсортировали, то, соответственно, через бинарный поиск мы это сделаем за логарифм. Да. А кто он знает, отсортированный элемент? Он не знает, это мы знаем. Если мы знаем, что он отсортирован, мы можем использовать бинарный поиск. Если не знаем, если не отсортировали, тогда не можем. То есть это наша обязанность об этом знать. Хотя в стандартной библиотеке есть специальные утилиты для того, чтобы узнать, отсортирована последовательность или нет, и в зависимости от этого принять какое-то решение. Почему они существуют? Ну, потому что чтобы проверить, что последовательность упорядочена, нам потребуется совершить N сравнений, то есть у нас сложность линейная, и потом, если он отсортирован, нам, допустим, уже сортировать не надо. У нас сложность нашего алгоритма получилась линейная. Если же мы такого анализа не делали и просто сразу сортируем, у нас N умножить на логарифм N будет сложность сортировки, то есть дольше. Дальше. Про трюки с вектором. Мы всегда можем удалять, в принципе, из вектора за единичку, если нам не важен порядок элементов. То есть мы удаляемый элемент, меняем местами с последним, после чего удаляем последний элемент. Ну и, как я говорил, делайте изменение размера вектора перед вставкой. То есть, ну, как пример, вот мы прочитали какой-то... Мы узнали размер файла, хотим его прочитать в файл. Вместо того, чтобы просто в цикле сделать пушбэк, 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 мы сразу вектор сконструировали нужного нам размера и заполнили его. Про очистку вектора. Clear на самом деле не освобождает память, занятую вектором. То есть он просто, скорее всего, возьмет и внутри поля size поменяет на 0. Но память не освободит. Раньше... То есть это можно проверить, заполнить его каким-то количественным значением, посмотреть, сделать clear, потом посмотреть capacity. Он напишет, что оно не нулевое. Раньше использовали такой трюк. Делали своп вектора с пустым вектором. Соответственно, здесь в конце строчки временный этот вектор уничтожался, уничтожался, в нем бы уже находился контекст вот этого вектора и, соответственно, освободил бы за собой всю память. Сейчас так делать уже не надо. С 11 стандарта появился специальный метод у вектора shrink-to-fit, и он, соответственно, будет размер вектора... уже, ну, фактически будет освобождать память. Про итераторы отвлечемся сейчас от контейнеров. Поговорим про итераторы. В общем, как я говорил, что итераторы... Самое важное в них то, что они позволяют реализовывать универсальные алгоритмы с любыми типами либо источников данных, либо приемников данных. Делятся они, в общем, на следующие категории. Это итераторы ввода, которые позволяют читать, неважно откуда читать, из файла или из контейнера. Далее они могут быть однонаправленные, то есть они могут только... Если мы, допустим, контейнер можем обойти только в одном порядке, мы можем использовать однонаправленные, только однонаправленные итераторы. Или это у нас, например, чтение из, там, например, из, там, я не знаю, из сетевого, например, сокета какого-то. То есть поток у нас есть какой-то, который оборачивает сетевой сокет. Соответственно, мы тоже можем читать только в одном направлении, обратно вернуться, если мы что-то прочитали, уже не можем. Только читать дальше то, что пришло. Двунаправленные, это как раз вот случай вектор, мы можем произвольно и назад, и вперед перемещаться, нет проблем. И произвольного доступа, но двунаправленные, опять же, мы можем вернуться назад, но только по одному. Вперед тоже только по одному. Произвольного доступа мы можем перемещаться в любое место, куда нам будет угодно, в случае вектора это так. Ну и, соответственно, вывода. Мы можем куда-то что-то записать. Изобразить их можно следующей такой вот схемой. Это у нас input-итератор. Они — итераторы ввода. Какие операции они поддерживают? Сместить итератор дальше в то, на что указывает итератор, так, стоп, это вот как раз что-то не то. Так, ну проверить, что получить input. Это как раз, по-моему, output. Мы в итератор записываем какое-то значение. Нет, это, конечно, output. Значит, вот input. Ну тоже так же мы можем смещать, но мы можем только в A. Что я написал-то? В X мы читаем. Да, это input-итератор, это, соответственно, output-итератор. То есть output мы в итератор можем какое-то значение поместить, input мы можем из него какое-то значение получить. Далее, forward-итератор, они объединяют обе эти категории, то есть они могут и читать, и писать, и то, на что указывает итератор, но двигаются только вперед. У bidirectional итератор у нас появляется еще одна операция — это вернуться назад. и random-access итератор, появляются еще дополнительные возможности. Это сразу переместиться вперед на N или назад на N, то есть двигаться вперед-назад на произвольное количество элементов. Теперь давайте, чтобы понять, что вообще итераторы собой представляют, возьмем и напишем итератор для класса Array, который, в принципе, реализацию мы уже видели. Первое. Для того, чтобы стандартные все алгоритмы могли использовать, могли эффективно работать с нашим итератором, мы должны наш итератор унаследовать от следующей структуры — итератор. Она, в общем, представляет собой просто свойства типа. Никакого, ничего другого в ней нет. В ней нет никаких ни полей, ни каких-то методов. Есть только псевдонимы для типов. Нам, в принципе, достаточно определить категорию итератора. Это что это такое? Это либо random-access итератор, либо forward-итератор, ну и так далее. Для того, чтобы алгоритмы могли понять, какой, как эффективнее с ним работать. То есть, если, допустим, он не поддерживает, если он, наоборот, random-access итератор, то есть поддерживает переход и вперед, и назад на произвольное количество элементов, может быть эффективнее алгоритм 1. Если он этого не поддерживает, то придется использовать менее эффективный алгоритм. Поэтому мы должны указать категорию нашего итератора и тип. Остальное, в принципе, здесь значения по умолчанию достаточно разумные. Это расстояние между двумя итераторами PTR, DIF-T. Это тип указателя и тип ссылки, на что этот итератор указывает. Ну и здесь, соответственно, просто какое-то количество тайп-дефов для того, чтобы алгоритмы могли эту информацию получить. То есть, если мы хотим создать полностью STL-совместимый итератор, мы должны сделать следующее. Наследуемся от этой структуры, указываем, что у нас за итератор. Для начала я предлагаю реализовать простой итератор, который позволяет просто перемещаться в одном направлении. Ну и указываем тип итератор, тип элементов, на которые указывает этот итератор. Далее. Что нам нужно? Нам нужен указатель на элементы. Это, собственно, в нашем массиве вот тот блок данных, который массив хранит. Это и есть указатель на этот блок. В конструкторе, собственно, мы наши итераторы инициализируем указателем на начало данных нашего массива. Далее. Мы реализовываем следующие операторы. Это оператор сравнения одного итератора с другим. Это нужно для того, чтобы мы могли сравнивать begin, end, то есть, ну, итерироваться до конца последовательности. Вот мы поэтому должны иметь возможность два итератора сравнить на равенство, на неравенство. Здесь, в общем, все просто. Если у нас два итератора указывают, указатели у них одинаковые, то есть, они указывают на одну и ту же ячейку в памяти, соответственно, они равны. Если не указывают на разные ячейки, то они равны. Далее. Оператор доступа. Мы возвращаем ссылку на какой-то элемент. И оператор плюс-плюс, то есть, просто увеличиваем итератор, то есть, переходим к следующему элементу. Здесь, в общем, все тоже тривиально. Просто увеличиваем указатель, возвращаем ссылку на самого себя. Далее. Мы наш массив, в нашем массиве пишем новые методы. Это begin и end. В begin мы возвращаем, конструируем объект итератора, и ему передаем указатель на начало данных. В end мы также конструируем объект итератор, но ему возвращаем, ему передаем указатель на последний элемент за данными. То есть, такое вот, фиктивное какое-то значение. Соответственно, после этого у нас на begin и end сравнения работают корректно. как только мы доходим... Я думаю, это объяснять не нужно, как указатели сравниваются. Или у кого-то есть сложности с этим кодом? Нет? Хорошо. После того, как мы реализовали вот эти операторы, begin и end реализовали наш итератор, после этого все алгоритмы стандартной библиотеки с нашим классом начинают работать корректно. Также начинают работать range for циклы. Мы можем метеллироваться с помощью такого цикла по нашему массиву. Как в простом виде устроен итератор, понятно? Соответственно, если у вас более сложные какие-то структуры, вам, возможно, итератори потребуются какие-то дополнительные. данные, но, в общем, что делать, я думаю, понятно. Далее. Адаптеры. Например, если вам нужно написать reverse итератор, то есть итератор, который будет обходить вашу последовательность не от начала к концу, а от конца к началу, вам не обязательно реализовывать свой новый класс. Вы можете просто использовать уже существующий класс в стандартной библиотеке, которая так и называется reverse итератор. Все, что вам нужно будет сделать, это вот вы пишете, если мы про наш массив говорим, реализуем методы rbegin, rand, и возвращаем вот эту вот обертку над нашим итератором. То есть, передаем ему в начале, это то, что указывает на end, а в end, соответственно, передаем begin. То есть, ничего реализовать больше дополнительно не надо. Вот такой адаптер существует в стандартной библиотеке. Также из адаптеров у нас есть интересные такие вещи, как, например, backinsert итератор. Все, что он делает, это он позволяет получить какой-то объект, который является итератором вывода на что угодно, ну, не на что угодно, на какой-то контейнер, у которого есть метод pushback, добавление в конец. После чего мы сможем, вот смотрите, здесь у меня имеется вектор v, я этот вектор все не поместилось. Вот, я просто создаю объект данного типа backinsert, backinsert нам вернет итератор backinsert итератор. После этого я смогу использовать этот итератор в таком вот виде для того, чтобы добавлять в вектор какие-то значения. Как это используется на практике, когда перейдем к алгоритмам, я там покажу несколько примеров. В результате выполнения вот таких вот действий мы получим вектори 5 и 7. также есть frontinsert итератор, который вставляет не в конец, делает не pushback, а pushfront, вставляет всегда в начало, если контейнер поддержит такую операцию. И insert итератор, он вместо pushback или pushfront вызывает просто insert, но по сути они все делают одно и то же. Это позволяет получить какой-то итератор над произвольной последовательностью и туда что-то добавлять. Далее в стандартной библиотеке следующие есть утилиты это std advance и std distance, которые позволяют advance переместить итератор на n элементов, а distance это получить сколько элементов между двумя итераторами находится. Потоковые итераторы есть, они позволяют обернуть какой-то поток ввода-вывода в объект с семантикой итератора. Например, здесь я создаю ostream итератор, который оборачивает поток вывода std cout. Вместо cout это мог бы быть файл или какой-нибудь другой поток непринципиально. Получили бы мы все равно вот такой вот единообразный интерфейс, после того, как мы в этот итератор поместим какое-то значение, оно будет соответственно тут же выведено на консоль. Универсальный как вытянут? Можно написать они только для икл? Увы, нет. Только этот итератор может только инт записывать. ну, потому что предполагается, что итератор он итерирует над объектами одного типа. Также есть истрим итератор это оператор ввода. Мы можем, например, стд DSEE набернуть и потом читать из консоли ввода там какие-то значения. Про аллокаторы. Ну, вот, как я говорил, назначение аллокатора это выделить и освободить память. Соответственно, malloc и new это тоже аллокаторы. Интерфейс аллокатора следующий. Это тип, который он может выделять, указатель на данный тип, ну и, соответственно, тип и размер. И у него есть три метода. Это allocate, аллоцировать сколько-то элементов указанного типа, диаллоцировать какое-то количество и max size, сколько он максимально может аллоцировать. Соответственно, если вы пишете свой аллокатор, вам достаточно написать какой-то класс, в котором будут три вот этих метода. Наследоваться не надо, надо просто, чтобы в классе были вот такие вот три метода. После этого вы свой аллокатор можете при конструировании вектора передать в качестве второго аргумента шаблона и, соответственно, он будет использовать ваш аллокатор. Ну, не только вектор, любой, в общем, контейнер, любому контейнеру, кроме array, нужен аллокатор для того, чтобы получать память для своей работы. Дека. Дека очень похожа на вектор с той лишь разницей, что вектор хранит данные непрерывно, а дека хранит данные какими-то блоками. То есть, это сделано для того, чтобы улучшить время при вставке в середину. Нам не нужно копировать весь объем данных. Мы просто берем один блок там, допустим, копируем. Может быть, это вот с такой вот целью была создана дека. Для того, чтобы улучшить как бы, ну, опять же, большие блоки, возможно, сложно будет выделить, вероятность выделения меньших блоков она более высока. Но это накладывает, соответственно, ряд ограничений. То есть, во-первых, дека, она чуть помедленнее вектор, во-вторых, использовать уже с каким-то сишным маппи низкоуровневым уже деку в отличие от вектора нельзя. Асимптотика у него, соответственно, так же, как и в векторе, но асимптотика нам не показывает реально, сколько времени это займет, только зависимость. Далее. В общем, сразу хочу дать рекомендацию. Как бы, обычно говорят, что использовать по умолчанию. Деку, вектор, в общем, я рекомендую по умолчанию использовать вектор. Дальше. Forward List. Это связанный список, который, в котором элементы хранятся в произвольном участках памяти. То есть, мы вставили новый элемент, он забросил у аллокатора блок, достаточный для размещения нового узла. Там поместил следующую информацию. Значение, которое мы сохраняем, и указатель на следующий элемент. То есть, соответственно, итерироваться по этому списку можно только от начала в конец. С конца назад не получится. В общем, особо, что у него интересного, это то, что у него вставка по итератору в любом месте это константное время удаления, соответственно, тоже. Но поиск получается, хотя и от, хотя и вроде как зависимость линейная, но при этом надо учесть, то, что эти элементы, они находятся не последовательно один за другим, а могут быть по памяти разбросаны. Поэтому это, соответственно, выбивание кэша, это переход по памяти, и это получается довольно дорого. То есть, мораль такова, что даже если вам иногда нужно в векторе в середину что-то вставлять или удалять, то на каком-то небольшом количестве элементов, там, допустим, 100 штук, у вас все равно несмотря на асимптотику вектор будет работать значительно быстрее, чем лист. На малых n он будет быстрее. Далее. Соответственно, в нем, поскольку он не поддерживает произвольный доступ, то некоторые алгоритмы на нем не работают. С листом, например, отсортировать через стандартный алгоритм сорт, список не получится. Про такие задачки на собеседованиях. Обычно спрашивают по спискам такие вещи, что как найти петлю в списке. То есть, это когда у нас список где-то не заканчивается где-то, а ссылается на предыдущий какой-то элемент и в итоге, если мы будем по нему перемещаться, мы просто пойдем в кольцо и будем крутиться. Здесь очень супрост. Надо просто взять два итератора, один увеличивать на каждой итерации на один, а другой на два. Если они встретятся, то соответственно есть петля. Как они могут появиться? В результате действий злоумышленника или ошибки в программе. Как они могут появиться? Естественно, человек в здравом уме не будет делать петлю в списке, но в жизни бывает. Дальше лист. Лист у нас более универсальный список. Почему? Потому что он хранит указатель не только на следующий узел списка, но и на предыдущий. Поэтому мы можем перемещаться как вперед, так и назад. Но плата за это естественно уже служит тем, что нам нужно хранить в два раза больше информации. Не один указатель, а два. Здесь тоже часто на собеседованиях интересуются, как развернуть список, чтобы у него последний элемент стал первый, а первый последним. Здесь тоже тривиально, мы просто идем по списку и меняем pref и next местами. В результате у нас получится развернутый список. Ассоциативные контейнеры. Это у нас контейнеры, которые хранят пару ключи значения. Здесь у нас есть следующие контейнеры. На две группы они делятся. Это те, которые по ключу отсортированы и те, которые не отсортированы. Те, которые отсортированы, это set и map. Set это, можно сказать, вырожденный случай map. То есть у него ключ и значения одинаковые, поэтому мы храним только ключ. Map хранит и ключ, и значения. То есть они могут быть неравны, поэтому нам нужно и то, и то хранить. Multiset и Multimap отличаются тем, что у них может быть несколько одинаковых ключей в контейнере. У set и map ключи уникальны. Важное свойство то, что они отсортированы. За счет чего это достигается? За счет того, что для реализации этих контейнеров используется какой-то вид бинарного дерева. Обычно это красно-черное дерево используется в реализациях. Самобалансирующие дерево поиска. вот соответственно что нужно про них сказать. По асимптотике у них вставка удаления поиски доступ все логарифмическое время. Кроме них есть версии контейнеров, где ключи не отсортированы. там используется внутри для реализации какая-то из реализации хэш-таблиц и там уже с асимптотикой следующее мы имеем, что вставка у нас удаления поиск доступа это в лучшем случае константное время, в худшем случае если у нас хэш-функция плохая, то у нас происходит вырождение нашей хэш-таблицы до списка и соответственно мы получаем плохое время, ну совсем плохую асимптотику. По умолчанию что использовать? Рекомендация лично моя следующая. Если вам нужно чтобы контейнер был отсортирован по ключу используйте соответственно версию, которая имеет это свойство врожденно. Если вам это не нужно используйте хэш-таблицы то есть anordered set anordered map потому что они как правило быстрее. В принципе наверное про них особо добавить нечего. Но вот про это свойство то что они у них есть свойство что они отсортированы используйте широко. Можно за счет этого просто не использовать никакие алгоритмы сортировок просто за счет этого свойства. Соответственно вы можете указать свой компаратор который по умолчанию там используется компаратор который просто сравнивает два значения на меньше но вы соответственно когда будете этилироваться по этому контейнеру вы пройдете от наименьшего элемента к наибольшему. вы можете поменять компаратор на который будет сравнивать там в обратном порядке и получить соответственно обратное либо вообще какой-то придумать свой хитрый алгоритм сортировки и тоже получить нужное поведение. Пример использования unordered map это хэш таблица там ключи у нас не отсортированы использую я ее для чего допустим у меня стоит задача подсчитать сколько раз в каком-то файле встречаются какие слова то есть составить какой-то частотный словарь файла вот я соответственно объявляю такой массив по ну не не обязательно этот файл просто какой-то источник мы из него получаем слово далее в нашем словаре ищем итератор нам возвращается либо итератор который указывает на пару ключ-значения в таком случае мы просто увеличиваем значение то есть значение у нас будет это сколько раз оно встретилось данное слово или мы не находим нам возвращается итератор end тогда мы просто берем в этот словарь вставляем единичку что оно один раз встретилось вот пример использования таких контейнеров далее контейнеры адаптеры сами они ничего не хранят они просто оборачивают какой-то уже контейнер для того чтобы предоставить какой-то интерфейс их в стандартной библиотеке три это стэк очередь и приоритетная очередь здесь у них есть у всех параметр шаблона контейнер соответственно если нам по какой-то причине дека не подходит мы можем например там вектор использовать стэк у нас соответственно реализует интерфейс это положить значение получить значение то есть last in first out последним пришел последним пришел да первым вышел совершенно верно ну и соответственно использование простое то есть надо понимать что вот здесь вот когда мы сконструировали стэк на самом деле там внутри был создан контейнер дека а это просто тонкая над ним обертка просто добавляется нужный интерфейс push положить какое-то значение top посмотреть что на вершине стэка pop удалить ну и кстати можно да я здесь написал пример как бы мы могли такой интерфейс реализовать такой вот здесь что мы делаем мы контейнер контейнер нам у нас по умолчанию дека но если пользователь захочет какой-то другой тип контейнера он может указать мы создаем этот контейнер когда пользователь вызывает push мы соответственно просто это значение помещаем в наш контейнер когда он вызывает когда он спрашивает empty или size мы также просто проксируем вызовы к контейнеру ну и в общем все остальные тоже то есть получается вот такая вот совсем тоненькая обертка но уже соответственно с нужным нам интерфейсом похожим образом реализован q ну в плане реализации не логики q здесь семантика first in first out то есть первый пришел первым вышел также есть push front получить самый первый элемент который соответственно первым пришел поп его удалить и priority q это очередь с приоритетом мы всегда можем получить когда мы делаем front мы соответственно получаем тот элемент который наиболее полно удовлетворяет вот этому вот условию который мы в compare поместим в данном случае минимальный будем получать всегда элемент но мы можем реализовать конечно свою какую-то логику мы можем использовать priority q для хранения каких-то своих классов там например каких-то операций то есть у нас может быть система которая обрабатывает какие-то операции у операции может быть приоритет вот там высокие низкие и так далее мы можем написать для своего класса свой компаратор который в зависимости от каких-то условий будет всегда нам выдавать ту задачу которую нужно обработать максимально быстро именно сейчас довольно удобный класс для того чтобы максимально проявилась вся мощь вот этой вот концепции контейнеры итераторы и алгоритмы соответственно нужны какие-то алгоритмы это набор кирпичиков который в общем-то позволяет строить довольно элегантно очень довольно сложную логику делятся они в общем на основные категории которые алгоритмы которые не изменяют последовательность которые изменяют последовательность сортировка бинарный поиск слияние там и так далее я вкратце хочу просто провести экскурс что вообще в стандартной библиотеке бывает по этому поводу первое это не изменяющая последовательность алгоритма adjust and find который возвращает итератор указывающий на первую пару одинаковых значений если соответственно такой пары нет возвращается and то есть вот у нас здесь две последовательности не две последовательности одна последовательность мы просто ищем одинаковую пару соответственно нам вернется итератор на это значение all off мы можем проверить что все значения удовлетворяют какому-то предикату предикату предикат это какая-то функция сравнения то есть мы в данном случае у нас есть какая-то последовательность предикат у нас следующий я использую здесь лямбду функции лямбда функцию в качестве предиката она принимает какое-то значение и сравнивает что это и возвращает true если значение меньше пяти соответственно писав all off begin end и этот предикат мы можем проверить что да действительно в этой последовательности все значения меньше пяти any off проверяет что хоть один элемент удовлетворяет предикату non off что никто не удовлетворяет ну далее можно посчитать количество каких-то значений которые соответствуют опять же какому-то здесь я хотел сразу сказать что есть у большинства алгоритмов есть две версии одна без if она принимает просто значение и вторая if она принимает предикат то есть в данном случае я пример написал для count без if то есть просто здесь считает сколько раз какое-то значение встретилось в этой последовательности если if мы используем то мы могли бы написать какой-то предикат и например посчитать сколько там допустим четных чисел или нечетных equal проверяет что две последовательности идентичны здесь я такой алгоритм написал я хочу проверять является какая-то строка полиндромом или нет здесь я что сделал я взял итератор который указывает на середину и потом просто использовал алгоритм equal где сравнил две последовательности от начала к середине и от конца к середине соответственно если они равны то очевидно это полиндром вот здесь пример просто что на таких кирпичиках можно лаконично строить в общем довольно сложную логику какую-то find тут все просто ищет какой-то элемент который удовлетворяет либо не удовлетворяет условию find and ищет с конца first off ищет вхождение из второй последовательности в первой последовательности то есть в данном случае вот он двоечку найдет потому что он отсюда сначала проверяет for each это просто выполнение какой-то функции с каждым элементом последовательности в данном случае я написал такой пример что мы просто функция у нас следующая мы просто в консоль выводим значение соответственно применив for each ко всем элементам мы просто выведем все в консоль search ищет у нас вхождение одной последовательности в другую search n ищет одинаковых элементов n штук miss match ищет несовпадения итераторов далее модифицирующие последовательные алгоритмы здесь если те алгоритмы у нас никак не изменяли последовательность то эти уже начинают изменять последовательность здесь например у меня есть последовательность я делаю копии этой последовательности от начала в конец в какую-то вторую последовательность соответственно эта вторая последовательность будет изменяться В качестве второй последовательности я использую просто обертку O-Stream итератор, передаю ему в этот итератор стандартный вывод в консоль. То есть в результате такого копирования также будет выведено в консоль все эти значения. Здесь что? А, здесь BackInserter. Это я просто в один вектор добавляю все значения из второго вектора. То есть, далее. Ну, соответственно, все алгоритмы, которые принимают итераторы, также можно использовать и с указателями, потому что семантика итератора и указатели одинаковые. Поэтому без проблем мы можем в качестве итераторов использовать указатели. Copy, Backward копируют в обратном порядке. Move. Здесь используется семантика перемещения вместо копирования, по возможности. Fill заполняет диапазон значениями. Generate заполняет последовательность значениями, но здесь мы можем не каким-то одним значением инициализировать, а какой-то функцией. Например, мы хотим заполнить вектор случайными значениями. Берем итератор, Backinserter, то есть он будет в наш вектор добавлять в конец какие-то значения. И генерируем 100 значений. В качестве функции используем RAND. То есть в итоге у нас этот вектор будет заполнен 100 случайными значениями. remove и remove if удавляет элементы, которые удовлетворяют какому-то критерию. Но здесь что важно. Фактически он их не удаляет. Он только изменяет исходную последовательность. И таким образом, чтобы в конце этой последовательности оказалось то, что нужно удалить. И возвращает итератор на начало такой последовательности. То есть, допустим, у нас есть такая вот строка, в которой встречаются табы, и мы хотим все табы удалить. Мы вызываем этот алгоритм, передаем начало и конец. В качестве предиката используем, если символ равен табуляции, то, соответственно, вернуть true. В результате у нас получается следующая строка. Все табы были перемещены в конец. После этого, если мы сделаем Arrays и укажем эту пару итераторов from и end, то у нас строка уже будет без табов. Также remove copy. Remove copy if. Здесь, ну, в общем, тоже похожее поведение. Replace — замещение в последовательности чего-то. То есть, вот, например, здесь в данном примере я все табы поменял на space. Reverse разворачивает элементы задом наперед. Swap меняет просто два элемента. Iter swap меняет два элемента, на которые указывают итераторы. Shuffle. Shuffle у нас случайным образом перемешивает элементы последовательности. Unique удаляет все дубликаты из последовательности. Также аналогично remove, то есть он изменяет последовательность. Нам потом нужно еще и Arrays будет вызвать. Далее. Алгоритмы сортировки. Можно проверить последовательность, упорядочена ли она. Можно отсортировать последовательность. Здесь также есть версия sort, которая принимает предикат. Соответственно, мы можем сортировать не в порядке возрастания, а если свой предикат укажем другой, ну, функцию сравнения, тогда получим в каком-то другом порядке. Сложность сортировки n на логарифмы. Частичная сортировка. Она сортирует не весь массив, а только какое-то количество элементов, которые мы укажем. Вот в данном случае я написал begin, begin плюс 3. И, соответственно, она отсортировала только 3 элемента, которые удовлетворяют максимально какому-то условию. Этот алгоритм очень полезный, когда нужно получить топ-n каких-то значений. Например, мы температуру меряем с какого-то датчика, намерили за сутки. Мы хотим получить 3 максимальных температуры за сутки. Чтобы весь диапазон не сортировать, мы можем использовать этот алгоритм. У него, соответственно, время лучше, чем у полной сортировки. И получим в первых трех значениях вот эти 3 максимальные температуры. А почему для обычного сорта нельзя тоже так указать? Ну, там другой, потому что алгоритм у сорта используется. Для него нельзя. Вот два разных алгоритма. Есть сорт, который целиком в последовательности сортирует. Есть паршл сорт, который сортирует только n элементов в последовательности. Ну, максимально удовлетворяющий какому-то критерию. Разные алгоритмы. Соответственно, нужно выбирать по условиям задачи, что-то или иное использовать. Стейбл сорт, он сортирует последовательность, но таким образом, чтобы если два объекта имеют какое-то одинаковое значение, они в итоговой последовательности остались на тех же местах относительно друг друга, как до сортировки. Потому что обычная сортировка это не гарантирует. Это совершенно неважно для каких-то простых типов, для целых чисел, например. Но если у вас, вы сортируете, например, какой-то массив из каких-то событий, вот у них, в принципе, может быть там даже, ну, например, по времени, у них метка времени может быть одна и та же, но одно событие все равно произошло раньше другого, вам, возможно, будет нужно сохранить именно этот порядок. Но, соответственно, платить за это придется временем, за стабильность сортировки. Энс элемент помещает в позицию n элемент такой, который бы находился в этой позиции, если бы последовательность была бы отсортирована. Ну, я здесь такой примерчик привел, что, ну, можно использовать, например, для поиска второго по величине значения температуры за день. Можно, вот здесь я нашел в массиве, там, средний какой-то элемент. Почему лучше его использовать, чем полную сортировку? Ну, опять же, из-за того, что это можно сделать быстрее. Сложность у него линейная. А он меняет местами? Он поменяет местами, да. Он поместит, он в то место последовательности поместит элемент, который бы там стоял, если бы эта последовательность была отсортирована. Но, соответственно, он с кем-то поменяет его местами, то есть изменится последовательность. Алгоритмы бинарного поиска. Они применяются только к тем последовательности, которые уже отсортированы. Если они не отсортированы, то у вас не будет ничего работать. В общем, все это используют алгоритмы бинарного поиска. Здесь lower bound. Мы можем получить нижнюю границу. Он указывает на итератор, который указывает на первый элемент, который не меньше, чем какое-то значение. И upper bound возвращает итератор, который указывает на первый элемент, который больше, чем волью. Ну и мы, соответственно, используя также дополнительно к lower bound, upper bound, есть equal range. То есть мы можем за одно действие сразу получить диапазон. Он аналогичен. Equal range вызову сначала lower bound, потом upper bound. Но equal range он сразу это делает. Ну, также есть там binary search, но binary search он ничего не ищет. Он просто возвращает true, если элемент в последовательности найден. Немного про файловый ввод-вывод. Для файловых операций используются ifstream и offstream. Один это поток ввода из файла, другой вывода из файла. Интерфейс у них следующий. Можно сконструировать такой объект, и в конструкторе файл будет открыт. Если файл будет открыт, мы можем проверить через оператор, не равно как бы это, мы можем, вернее, это оператор bool, мы можем проверить, что он открылся. Если файл не открылся, соответственно, выводим ошибку и про это забываем. Когда будет этот объект выходить из области видимости, в деструкторе он, соответственно, файл, если был открыт, он его закроет. Если он не открыт, тогда и закрывать, собственно, нечего. Ну и далее. Пока у нас файл good, то есть не было никаких ошибок, не был достигнут конец, мы можем из этого потока что-то читать. Потоковый интерфейс, он бывает довольно удобный, но он сам по себе довольно медленный. Поэтому если нужно читать файлы быстро, то лучше использовать не потоковый интерфейс, а такой вот низкоуровневый бинарный. Мы открываем файл, указываем, что это бинарный файл std.eus.binary. После этого мы можем также проверить, что файл открылся. Здесь я не написал проверку эту, но, конечно, проверять, что файл открылся надо. И после этого мы можем читать в буфер какие-то блоки какого-то размера. То есть обычно наиболее эффективно читать теми блоками, которые равны либо буферу операционной системы, либо для диска наиболее предпочтительной. В общем, это надо опытным путем смотреть на каждой системе. Обычно читают по 4 килобайт, по 8, может, по 16. Вот. Что возвращает... После того, как мы сделали read, нужно проверить, сколько фактически было прочитано байт. Потому что мы можем указать, там, прочитать 64 килобайт, а он нам прочитает 100 байт, потому что сам файл всего 100 байт. Поэтому нужно после этого посмотреть, сколько фактически было прочитано. OffStream — это, соответственно, класс, который реализует вывод в файл. Также есть принципы дизайна те же самые. В конструкторе мы файл открываем. Если файл не открылся, можем это проверить, показать ошибку. И также использовать потоковый интерфейс, форматированный вывод, который бывает удобен, но медленный. Поэтому, опять же, если стоят задачи читать файлы быстро, то, соответственно, нужно использовать бинарный интерфейс записи файла. Мы также указываем буфер, откуда записать, и размер этого буфера, сколько записать. В деструкторе файл закрывается. Можно вызвать файл close, закрыть его руками. Но также, когда объект этот выходит из области видимости, он в деструкторе закрывает файл. На этом на сегодня все. Практическая у нас работа. Сегодня мы пишем свой контейнер-вектор, аналогичный тому, что есть в стандартной библиотеке. У нас даже интерфейс будет точно такой же. Из методов, достаточно перечисленных. В тестах я вижу capacity. Еще capacity, да, есть. Ну, я поправлю. Да, делайте еще capacity, значит. Соответственно, так, что я еще хотел? Аллокатор для него. Да, аллокатор для него тоже напишите свой. И итератор напишите еще для него. Тесты, соответственно, есть. Про то, как увеличивать размер. Наиболее безопасно это делать следующим образом. То есть мы создаем умный указатель уник.ptr нужного размера. После этого мы копируем в выделенный блок старый, из старого блока. После этого, соответственно, мы можем поменять местами значение двух этих объектов. Соответственно, после того, как мы отсюда выйдем, временно этот объект будет удаляться. А он указывает на старый блок памяти. Блок памяти будет безопасно освобожден. Освобождена память. Ну, а, соответственно, у нас в нашем указателе будет уже новый участок находиться. Про стратегию ресайза вектора. В общем, можете использовать, какую вы хотите. Можете выделять одинаковыми блоками, посмотреть, к чему это приведет. Можете использовать, например, умножение на два стратегию. Тут на ваш выбор. Смотрите сами. А на сегодня все. Продолжение следует...